6 тыс. лет вращается диск, насаженный на ось. Одни в нем видели гончарный круг, другие транспортное колесо, и наконец в нем увидели аккумулятор кинетической энергии Махавит. Казалось бы, что еще можно выжать из этого изобретения? Но иногда понять изобретение труднее, чем его создать. В мире техники Махавик пользуется огромной популярностью. Его можно встретить практически в любой машине. Но можно ли представить себе, что Махавик способен заменить двигатель, например, в автомобиле? Не торопитесь говорить «нет». Профессор Гуля убежден, что Махавик — серьезный конкурент существующих двигателей. Эти кадры сняты 10 лет назад в Курске. Нурбей Владимирович Гуля, в то время доцент Курского политехнического института, демонстрирует работу простейшего махавичного двигателя. Соединив два махавика ленточным механизмом, изобретатель получил возможность сохранять кинетическую энергию, или, как принято говорить, рекуперировать ее. Как видите, Махавики послушно передают накопленную энергию друг другу, и такая перекачка может длиться достаточно долго. Но как раскрутить Махавик в автомашине? Дети эту задачу решают очень просто. Но попробуйте то же самое проделать, скажем, с многотонным автобусом. А что, если Махавик будет запасать кинетическую энергию, которая до сих пор растрачивалась впустую, сгорая в тормозах? Теперь, чтобы тронуться с места и набрать скорость, достаточно вернуть эту энергию колесам. Идея дополнительного махавичного двигателя заинтересовала специалиста в Институте автобусостроения в Альвове. Испытания на стендовой установке прошли успешно, и Махавик уже стоял на породе внедрения. Но 10 лет спустя в цехах Львовского автозавода мы не увидели ни одного автобуса с Махавиком. Что же помешало внедрить махавичный двигатель? Вот однозначно трудно сказать, почему рекуператор к автобусу, как говорят, не пошел. Со своей стороны мы сделали все, кажется, нечеловеческими усилиями. Преподавателей, студентов, всех, кто нам помогал, энтузиастов, мы построили этот рекуператор, установили его на автобус, прокатали, испытали. Ну, о том, что показали эти испытания, все это уже известно. Огромная экономия горючего, очищение атмосферы городов. Но тут-то произошла заминка. Ну, кажется, вместо того, чтобы эту работу продолжить и довести до состояния внедрения, финансирование по этой системе прекратились. Если вы помните, именно этот институт был инициатором внедрения маховичного двигателя. Но даже среди его новых моделей тоже нет автобуса с маховиком. Неужели здесь разочаровались в идее консервации энергии? Сама идея рекуператора энергии направлена на экономию топлива. Идея хорошая, но между идеей и воплощением ее в жизнь, применением на реальных машинах, конечно, встает много трудностей. И, в частности, данную систему мы не сумели до конца довести до использования, значит, применения в опытных образцах. Из-за сложности ее конструкции. Технические сложности. Вернемся в прошлое. Автобус с маховичным двигателем на Курских улицах. Результат испытаний. 40% экономии горючего, троекратное снижение токсичности выхлопа. Эти кадры — единственное свидетельство в защиту идеи изобретателя. Сегодня не сохранилось ни маховичного двигателя, ни самого автобуса. Исследованием маховиков Гулия занимается уже 20 лет. Он сталкивался с задачами, которые, по общему мнению, не имели решения. Например, как избавиться от значительных потерь энергии, за счет трения в опорах. Гулия просто убрал опоры, подвесив маховик в магнитном поле. В таком магнитном подвесе маховик может прощаться без остановки несколько дней. Но была еще не менее сложная задача. Как увеличить мощность маховиков? Наращивать скорость вращения? Но на больших скоростях они рвутся, подобно пушечным ядрам. Гулия изменил сам маховик. Он создал первый в мире супермаховик, навитый из стальной ленты или стекловолокна. Такие маховики необычайно прочны и энергоемки, а разрыв безопасен. Здесь около ста авторских свидетельств, выданных в основном на маховики, на устройства с маховиками. Ну, можно сказать, большинство из идей, которые здесь изложены, они опробованы. Они сделаны опытные установки, сделаны опытные экземпляры. Почти все из них показали положительные результаты. Но чтобы говорить о внедрении в серию, не внедрено ни одного. Мне кажется, что сейчас вот маховики Гулия, они достигли такой степени совершенства, что вряд ли здесь будут какие-либо неожиданности. Гулия всегда меня поражал своим энтузиазмом, своей убежденностью. И это не убежденность с энтузиазмом горе-изобретателей, которых, к сожалению, много, а это и есть такая продуманная система научно-технического прогресса. В партийных документах не раз подчеркивалась необходимость повышать отдачу научно-технического потенциала. Почему же изобретения Гулия живут только на бумаге? Почему перед маховичным двигателем закрыли дверь, ведущую в заводской цех? Как говорил один наш видный ученый-мышностроитель, чтобы внедрить инерционные двигатели, надо прежде всего преодолеть инерционность мыслей. Может, это сыграло какой-то момент, который можно так назвать моментами инерции, только инерции, мыслительной инерции. Может, сыграл свою отрицательную роль и играет свою отрицательную роль во внедрении маховиков. Все-таки какое-то недоверие к ним чувствуется. Похоже, это ответ на все наши вопросы. Мы живем в век наращивания скоростей. Мы мчимся все быстрее и быстрее. А кто же на ходу меняет вывод? Но ведь за каждый пройденный километр мы расплачиваемся не только дефицитным топливом, но и чистым воздухом. Не слишком ли дорого стоит нам момент инерции? Уже заканчивая фильм, мы узнали, что во Львове приступают к созданию автопогрузчиков с маховичным двигателем. Субтитры создавал DimaTorzok